Привет, друзья! Как всегда, с вами у микрофона Дог Браун, а на вашем экране Терра Онлайн. Как вы уже наверняка знаете, на русские сервера Терры было установлено крупное обновление, которое, как по мне, самое масштабное и интересное за последнее время. И сегодня я постараюсь рассказать вам об основных аспектах обновления, которое называется «Парящая крепость Пролог». Так что усаживайтесь поудобнее, будет интересно, ведь такие обновления выходят очень нечасто. Ну а перед началом хочу порекомендовать вам YouTube-канал «Лучшее ММО РПГ». Там вы найдете обзоры разных ММО-проектов, как старых, так и новых. Также там есть хит-парады на самые разные темы. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал, там интересно. А теперь давайте вернемся к обновлению в Терри Онлайн. Начнем, пожалуй, с самого главного. Теперь каповый уровень в игре 70-й. Также помимо 5 левелов для прокачки была продлена сюжетная линия. Так что в игре появились новые сюжетные квесты, которые теперь отмечаются красным цветом. По ходу прохождения сюжетных квестов вы будете разблокировать специальные ежедневные задания для игроков выше 65-го левела. Они теперь будут отмечаться оранжевым цветом. Ну а аналогичные квесты для игроков ниже 65-го уровня будут теперь отмечаться желтым цветом. Также с этим обновлением были добавлены новые мировые боссы, а также видоизменены старые монстры, которые теперь стали гораздо сильнее. Кстати, стоит отметить, что для прокачки с 65-го по 70-й уровни, чтобы получать экспу, вам нужно будет охотиться на бамов, мировых боссов, боссов в данжах, а также выполнять задания авангарда и новые квесты, введенные в игру. Помимо вышеперечисленного, в Теру также было еще добавлено новое снаряжение. Теперь в окне персонажа появилось два новых слота для артефакта и реликвий. Кстати, первые части этого снаряжения вы можете получить, проходя сюжетное задание. Ну а еще появилась возможность синтеза снаряжения. Теперь вы можете случайным образом перенести параметры своей старой экипировки на новую и таким образом сделать ее сильнее, что достаточно прикольно. А еще, как это часто бывает, в Тере разработчики любят тасовать данжи. И, кстати, с ними в этом обновлении связано очень много изменений. Во-первых, как обычно, было закрыто несколько старых данжей. Ну а им на замену появились три новых, рассчитанных на группу из семи человек. Во-вторых, появилась соло-версии данжей «Бастион Лока», «Зловещий особняк», «Убежище культистов» и «Замок Лелит». Ну а в-третьих, во многие старые данжи были изменены правила входа. Теперь для их прохождения понадобится группа не из пяти, а из трех человек. Ну и в нагрузку были отменены требования к классовым ролям. Так что теперь подбор в данжи должен проходить в разы быстрее. Но, по идее, возможны случаи, когда у вас в пати будут 3 ДД или 3 танка и так далее. Как по мне, такие изменения говорят о уверенно снижающемся онлайне в игре, но это только мои догадки. Ну и последнее изменение, связанное с данжами, заключается в том, что разработчики убрали ограничения на количество ежедневных входов в данж. Теперь, чтобы войти в подземелье, вы должны будете потратить определенное количество монет странствий. В зависимости от данжа цена на входы варьируется от 60 до 345 монет. Сами же монеты восстанавливаются у вас автоматически, когда вы находитесь в онлайне. Каждые 3 минуты восстанавливается 3 монеты. Ну а у обладателей VIP статуса 4 монеты за тот же период времени. Максимальное количество монет в неделю 1000, а вот если у вас VIP статус, то это количество монет увеличивается до 1680. В общем, как вы поняли, VIP статус тоже был переработан и теперь в нем намного больше смысла, чем раньше. Однако, только в том случае, если вы регулярно играете в игру. Ну и в завершении, также стоит отметить, что немного были переработаны умения всех игровых классов. Так что разрабы по своей традиции продолжают пытаться балансировать классы. Хотя, с другой стороны, учитывая, что с 66 уровня у вас появляется возможность улучшать свои умения, может в этом и есть какой-то смысл. А вот такое вот обновление прилетело на русский сервер Terra Online. В целом, очень неплохо. Я бы даже сказал, что сейчас есть смысл вернуться в игру, ну или начать играть с нуля, так как всем новичкам присылают множество плюшек за прокачку. Пишите в комментарии, что думаете об этой обнове. Понравилась ли она вам или нет. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. На канале много чего интересного. Всем удачи и до новых встреч.